Нарисуйте 12 одного и того же размера, 12 квадратов, чтобы каждая вершина была бы вершиной еще одного из них. Александр Васильевич, а как же самая верхняя правая вершина? А квадратам разрешено накладываться. А можно просто тогда сделать шесть таких стопочек? Нельзя. Накладываться можно, совпадать нельзя. Квадраты могут пересекаться, но не могут в точности совпадать. Нарисуйте на плоскости, здесь это важно, что на плоскости, потому что в пространстве вы бы иначе мне два кубика сразу показали. Нарисуйте на плоскости 12 конкурентных квадратов, чтобы никакие два из них не совпадали в точности. Чтобы любая вершина одного из этих квадратов была бы вершиной еще какого-то другого. А квадраты могут быть какого-то квадрата? Я сказал, одного и того же. Ну да, а если они все одинаковые, то как вы их рисуете в тетради, это вопрос. Если вы закажете размером метр на метр в тетраде, то, соответственно, будет рисовать в день. Я покажу, какую картинку нарисовали. Значит, картинка такая. Берете два квадрата, берете два квадрата, здесь два квадрата, здесь два квадрата, и после этого рисуете вот так. Господа, вообще-то важно понимать, что, конечно, это не решение. Потому что вот такой вот квадрат, здесь у нас вот ровно третий квадрат, по площади в два раза больше этого. А вообще-то они должны быть все одной площади. Такой вот косо расположенный состоит из четырех треугольничков, а такой состоит из двух треугольничков. Квадраты одной площади. Важно понимать, что не обязательно стороны квадратов вертикальные и горизонтальные. Можно под разные углами рисовать. Для восьми квадратов. Ну, я подготовила клетчатую доску для 12 на 12. Теперь. Так. Вот это середина сторон. 12 лет на 12 лет как обвести, это не проблема. Не надо расчерчивать, надо обвести. После этого надо нарисовать вот такой первый квадрат. Наклон. Порусский наклон, по-моему, есть и слово. Ищутый угловой коэффициент. Да, одна вторая. Осознали? Угу. Замечательно. Теперь надо рисовать и второй квадрат. Рисуем от этой точки. Да, и после этого квадрат однозначно... Да. Они могут пересекаться? Да. Конечно, иначе невозможно. А как вы на это сейчас положите? Да. Теперь. Третий квадрат. Здесь очевидно, что есть две вершины. Вот эти оружия служат. Это очевидно. Потому что вот этот, вот второй. Ну да. Важно, сойдется ли мне сейчас в этой вершине. Ну, и вообще-то очевидно сходится. У меня этот четвертый квадрат попал в эту вершину. Да. Ну и очевидно, что будет так же и в остальных случаях. Скорее, а ты дальше рисуй. Ну да, очевидно. Вот в этой вершине, это пятый квадрат, проходит через середину. Шестой квадрат, да. Сейчас будет шестой. Кстати, они проходят через середину сторон. У меня в вершине 4, выходит из нее 4 отрезка. Так? Кстати, эти вершины он с самого начала выделил. Это середины сторон большого квадрата. Ну, покажи. Вот, видите, вот здесь резины? Да. И еще вот эти точки. Ну, с этими потом. Дело в том, что если ты объяснишь про вот эти точки, про эти 4, то картинка вообще-то уже будет нарисована. Потому что они как раз, каждый квадрат имеет по одной вершине. Понятно, да? Поэтому если хорошо объяснишь, как выглядят квадраты в одной вершине. Более того, они все одинаково выглядят. Поэтому если Коля вам объяснит про самую верхнюю точку, то дальше надо просто сказать. А во всех остальных нарисуйте так же. То есть просто будет поворот на 90 градусов? Да, конечно. Так объясни, как вверху устроено. Ну, вверху надо пройти вот такие линии. Давай жирные, выдели вот эти 4 линии. Народ, пожалуйста, посмотрите. И поймите, что это действительно несложно. Нарисуйте, сделайте у себя вот так же, выделите. И ровно такие 4 линии на самом деле надо дорисовать. Просто повернув на 90 градусов. Относительно, цена квадрата. Надо просто дорисовать. Вот, я понял, что мне нужна была доска 6 на 6. Олечка, это уже не важно. Это уже не важно. Я тебе нарисовал ее 12 на 12. А почему тебе нужна была 6 на 6? Потому что я понял, что можно было квадратное. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...